Памяти вифлеемских младенцев Идиллическая атмосфера Рождественской ночи Церковь вспоминает события, которые меняют тон Мы слышим плач матерей, крики младенцев И в этой странице Евангелия от Матфея как будто сливается воедино вопли и крик всех матерей Которые оплакивают гибель своих детей Не только вифлеемских матерей, но и тех, кто живут в наши дни И поэтому эти страницы может быть читать наиболее трудно Они вызывают у нас смущение и внутренний протест Потому что в них задается главный и мучительный вопрос О страдании невинных младенцев Страдании невинных праведников Итак, начинается с того, что волхвы уходят И ангел Господень является во сне Иосифу и говорит Встань, возьми младенца и матерь его, беги в Египет И будь там, доколе не скажу тебе Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его Он встал, взял младенца и матерь его ночью, пошел в Египет И там был до смерти Ирода Досбудец, реченное Господом через пророка Который говорит Из Египта возвал я сына моего Последующий эпизод избиения вифремских младенцев Точно так же, как и этот эпизод Поклонения волхвов и бегства в Египет Мы не находим в светских хрониках Евангелие от Матфея – единственный исторический источник Который повествует об этом событии Ирод – совершенно реальный исторический персонаж И он известен своей жестокостью Его ненавидели все По приказу Ирода была убита одна из его пяти жен Были убиты трое детей Последнего сына он убил за год до своей собственной смерти Потому что боялся, что сын узурпирует власть И существуют свидетельства древних авторов о том, что Когда император Август, не отличавшийся большой человечностью Услышал о том, что Ирод приказал уничтожить младенцев В Сирии, и был убит его собственный сын, сказал знаменитую фразу «Лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном» Здесь игра слов между словом «свинья» и «сын» Итак, Ирод узурпатор, назначенец и всегда боялся, что власть у него однажды отнимут Рядом с Вифлеемом он соорудил себе огромную гробницу Это курган высотой около двухсот метров Но в памяти народа и в истории он остался просто как мелкий тиран И совсем не как Ирод Великий В чем же была проблема? Ирод захватил трон царя Иудейского При этом сам он был язычником из Идумеи И прекрасно понимал, что он узурпатор И поэтому весть о том, что родился законный царь, наследник Вызывает в нем ревность, злобу Потому что пришествие в мир Христа, истинного царя, срывает маски со всех проходимцев Обнажает ложь и злобу людей Христос разоблачает всякую ложную власть, которая хочет быть абсолютной Потому что единственный Господь и царь этого мира — Бог И поэтому призвание Христа, как и призвание Церкви, как и призвание народа Божия Свидетельствовать точно так же, как Иисус перед Пилатом о том, что истинным царем мира является Господь Именно это вызывает ревность всех тиранов, диктаторов, фараонов, всех иродов Которые во что бы то ни стало хотят уничтожить своего соперника И не только Христа, но и христиан Ирод видит, что волхвы его обвели вокруг пальца, приходит в бешенство И поскольку он не имеет возможности установить личность родившегося младенца Он знает лишь, что это младенец до двух лет Потому что от груди отнимали в возрасте двух лет Он приказывает уничтожить всех младенцев в Вифлееме и в его округе О том, как происходило это избиение, нам ничего не известно По преданию было уничтожено 14 тысяч младенцев Скорее всего, это какая-то символическая цифра Которая говорит о масштабах злобы и ненависти Чем просто какая-то статистическая данность И их память чтится 29 декабря или 11 января по нашему стилю И в Вифлеемские младенцы — первые мученики Итак, Евангелист говорит Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался И послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его От двух лет и ниже, по времени, которые выведал от волхвов Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет Почему же церковь почитает невинных младенцев? Потому что они в действительности, хотя и не были крещены, но были христианами Потому что злоба Ирода, злоба всех тиранов обращена против Христа И они лишь становятся жертвами на пути И тем самым соединяются со Христом в его муке, в его гефсиманских страданиях Ирод их уничтожает только за то, что они потомки царя Давида От того, что они рождены из той же семьи, из которой произойдет Мессия В повествовании евангелиста Матфея есть небольшая странность Он цитирует пророчество Иеремии Но останавливается лишь на 15 стихе Тогда как у пророка Иеремии есть продолжение Так говорит Господь «Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь И возвратятся они из земли неприятельской И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь И возвратятся сыновья твои в пределы свои» Пророк Иеремия в действительности говорит о надежде Но горе Рахили столь велико, что она отказывается от утешения Слово «утешитель» в действительности является титулом Мессии Надежда, утешение Израиля – это будущее Мессия Но грех Ирода в том, что он у Рахили отнимает эту надежду Столь велико это горе, столь велики эти страдания И, конечно, эта трагедия находит свой отзвук во все моменты истории, где льется кровь невинных, где торжествует злоба и беспредел зла История XX века содержит несколько эпизодов, напоминающих нам избиение младенцев И каждый раз грех Ирода и грех язычников состоит в том, что они хотят отнять веру И на ум приходит роман американского писателя Элли Визеля «Ночь», в котором он вспоминает свое детство Он был депортирован в Освенцим, и он пишет в этом романе «Я никогда не смогу забыть эти мгновения, уничтожившие моего Бога, убившие мою душу Я никогда не забуду, даже если мне будет суждено жить бесконечно» Действительно, беспредел зла, насилия бьет по самому важному в человеке по его вере По его вере в добро, по его вере в Бога Слепая страсть, безумие отнимает у нас эту веру и является в этом смысле тем, что евангелист называет словом «соблазн», Камнем преткновения, чем-то нестерпимым и невыносимым для нашего разума Элли Визель вспоминает о том, что он видел, как на его глазах казнили младенца И у младенца было лицо печального ангела И в этот момент какой-то внутренний голос кричал «Где же Бог? Где же Бог? Где же Бог?» И в этот момент внутренний голос ему отвечал «Он здесь, вот он, повешен на этой виселице» То, как избиение младенцев и эта трагедия двухтысячелетней давности вдруг обретает какую-то новую актуальность в событиях нашей новой истории Заканчивается повествование евангелиста Матфея возвращением из Египта в Святую Землю Эпизод возвращения построен точно так же, как эпизод бегства Во сне Иосифу является ангел и повелевает ему вернуться и говорит «Встань, возьми младенца и матери его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца» Конечно, эти слова ангела звучат, как весть пасхальной радости и невероятного утешения «Погибли те, кто хотел уничтожить тебя» Смерть прошла стороной, это образ новой Пасхи Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется От того, что повествование евангелиста Матфея соткано из цитат древних пророков Мы понимаем, что перед нами происходит исполнение каких-то древних ожиданий, чаяний, надежд И поэтому можно ничего не бояться И даже самое страшное, что случается в нашей жизни, уже не так нас пугает и страшит Потому что в действительности по ту сторону зла, по ту сторону смерти, ненависти, злобы Звучит голос надежды Бог присутствует даже посреди самых чудовищных и кошмарных испытаний жизни И, конечно, история о том, что новорожденному Богу младенцу угрожает смерть Возвращает нас к эпизоду из книги Исход Где фараон, другой Ирод, повелел повивальным бабкам уничтожать всех младенцев мужского рода Для того, чтобы тем самым уничтожить народ Судьба Иисуса в данный момент — это судьба его народа В лице одного человека мы видим пророчество о судьбе целого народа и судьбе его церкви И точно так же, как среди тех младенцев в Египте нашелся один, который был спасен Потому что мать его опустила в корзине воды Нила И благодаря этому он смог спастись И Бог его уберег для того, чтобы Моисей смог исполнить специальную особую миссию И освободить народ из Египта Точно так же и Иисус здесь предстает, как этот новый Моисей Тот, кому надлежит спасти не только свой народ, но и все человечество И в чем же духовный смысл этой истории избиения вифлеемских младенцев? По сей день мы оплакиваем младенцев Вифлеема Но никто не оплакивает Ирода Пытаюсь уничтожить Христа Диктаторы, тираны Люди, ослепленные своей властью В действительности уходят со сцены истории Тем самым они уничтожают лишь самих себя Но мы радуемся пришествию Христа При этом нужно всегда помнить, что не все люди разделяют нашу радость Подобно Ироду, кто-то с ужасом воспринимает весть о пришествии Царя Им есть что терять в тот момент, когда Христос явит Себя миру Поэтому они сделают все, чтобы противостоять Христу Но Господь приходит к Своим И даже там, где Свои Его не принимают Он все равно сумеет это обратить в спасение В новую радость И перед беспределом зла, насилия Рождественская весть остается вестью надежды Вестью о спасении Бог принимает образ невинного младенца Ему приходят поклониться чужие народы Приходят поклониться волхвы, язычники Для того, чтобы дать нам понять, что для Бога нет чужих Он любит всех, спасает и просвещает своим светом всех На портале Exeget.ru с вами был Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга Продолжение следует...